Добрый вечер! Здравствуйте! Мы приветствуем вас на уникальном шоу стендап на телеканале Ника ТВ. Сейчас я приглашу на эту сцену человека, который к нам приехал, между прочим, из столицы. Медийная личность. Между прочим, мой коллега. Мне перечислять регалии? Заслуженный радиоведущий РСФСР. В общем, не стоит этого делать, вы все сами поймете, на сцене Андрей Джулиев. Здорово, 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 здорово! Привет, здорово! Так, так. Я женат, мы уже 10 лет вместе. Вау, вау, вау. Это вау. Да, но у нас до сих пор нет детей. Да. Ну, это она так думает, но я в целом не против. Но мы не чайлд-фри. Мы скорее на чайлд-нет денег не х***. Вот такая семья. Потому что, ну, я поясню, мы в Москву переехали, а там все дорого. Да, там и зарабатывать деньги тяжело, там недвижимость стоит дорого. И это все проблемы москвичей в первом поколении, то есть мои. Не, мне почему обидно? Ну, у меня ипотека и три работы. А у меня родится ребенок, который сразу такой, у меня непереносимость молока, у меня непереносимость лактозы. Как он выживет в этом мире? Я не знаю. Да, но мне кажется, еще обиднее было людям, которые строили Петербург на болоте. Да, потому что у них сразу родилось второе поколение вот этих. Меня забрал в Санкт-Петербург. Ну, не тебя, всю твою родню. Прям в болото. Да. А что нам говорят родители? Да, дал бог ребенка, даст и на пеленки. М-м, не даст. Я был в церкви. Там даже свечки платные. Там ничего нет. Сейчас будет комедия наблюдений. Вы замечали, все дети орут, да? И я вот что понял, что ребенок, если не орет, он только закончил орать, либо придумывает причину, почему он сейчас будет орать. Я ни разу не видел ребенка, который такой, кайф, мать-батя кайф, все устраивает. Причем некоторые дети, ну, он проснулся и он уже орет. А что ты орешь? Ну, ты проснулся, твой дед, нет, радуйся, правильно? Продолжаем к видеонаблюдений. Значит, дети пытаются всегда закончить жизнь самоубийством. Я понимаю, спорная мысль, понимаю. Но вспомните себя. В детстве мы всегда хотели прыгнуть с чего-то максимально высокого на что-то максимально непроверенное. Правильно? В идеале с башни на арматуру. Правильно? У нас в детстве была игра «Догонялки по сваям». Ну, не «Догонялки под насваем», да? Это другая игра. Реально, ты бежишь по сваям, ты Олег, да? Ты промахнулся, ты кебаб. И это... Это игра. Ну, у меня есть самый глубокий страх — это вырастить отвратительного ребенка. А я знаю, о чем говорю, я работал детским аниматором. И вот на одной днюхе ко мне подбегает ребенок, бьет меня и такой, «У меня батя мент. Че ты мне сделаешь?» Я ему ш*** подкинул, но это... Это неважно. Поэтому я хочу, чтобы если у меня будет ребенок, что это был лучший ребенок в мире, понимаете, сын маминой подруги, а я бы этим пользовался и унижал других родителей, они бы мне говорили, «Ой, а наш ребенок пошел?» И я такой, «Пошел?» Просто пошел даже не по воде, серьезно? А наш сказал первое слово «мама». Я такой, а на каком языке? Английский, немецкий, французский? Поэтому мы начали сейчас читать книги о том, как быть родителями. И вот что выяснилось. Ребенок, находясь в утробе, слышит все, что происходит вокруг. Представляете, мы для ребенка гребаные соседи, да? Которые пьют, курят и чпокаются. Вот кто мы для ребенка. Ну, причем пьют, он только слышит, чпокаются, еще иногда видят, поэтому... Да, я теперь понял, почему ребенок иногда в утробе пинается. Он просто стучит по батарее, чтобы мы... Чтобы мы наконец прекратили. Да, у меня на этом все, спасибо, вы кайфовый зал. Готовьте ваше настроение. На сцене девочка, ей нужна поддержка, и это Таня Мосс. Всем привет, ребята, здравствуйте. Как вы? Как вы? Хорошо, все у вас в порядке? Здравствуйте. Замечательно. Такое дело, мои одноклассницы и все остальные подруги, которые считают меня здравомыслящей, которые не ввязались в брак, они просят у меня советов иногда. И они подходят ко мне и говорят, Тань, он меня совсем не любит. Я говорю, так уходи. Тань, он меня совсем не уважает. Я говорю, так уходи. Тань, он меня вообще бьет. Я говорю, так уворачивайся уже, ну, придумай что-нибудь, честное слово. Да, часто сейчас стало слово популярное такое, сексизм. Сексизм для меня не пустые слова. Я два года выпрашивала повышение. Начальник говорил, Тань, ну вот мы сейчас тебя повысим, а ты в любой момент родишь. В любой момент, представляете? Есть тут врач, если что, ну, мало ли что случится. Да, действительно. И слова о том, что мне это как бы не нужно, никого не интересовали никогда. И я пришла к выводу, что мне нужно с этим придумать что-то самой. Я нашла такой выход. Найти продажного гинеколога, который сделает мне справку о том, что я бесплодная. По-моему, вариант супер. Но я столкнулась с некоторыми трудностями. Я начала спрашивать у друзей, вернее, ну, у подруг, есть ли у них такой врач. Одна говорит, нет, у меня такого врача нет. Вторая говорит, нет, у меня такого врача нет. А третья сказала, ой, а мне бы такой врач вообще не понадобился. У меня и так одна половая губа не работает. Чего у тебя? Ну, я чего-то о себе не знаю, может. Да, я уже, ну, удивилась. Я спросила, ты на свай под нее кидал или что с ней? Или это, ну... Или это как вот эта дверь в электричке, которая не открывается одна никогда. Все, ребята, у меня все, спасибо большое. Друзья, сейчас на сцену выйдет стендап-комик, которому лично я импонирую и готов его продюсировать, если он поедет куда-нибудь дальше. Догадались, на кого я намекаю? Естественно, нет, у вас пустота в глазах. Итак, встречайте Владимир Федоров! Всем здравствуйте, всем привет! Меня зовут Владимир, мне 34 года, и у меня есть дефект речи. И меня бесит, что меня до сих пор дразнят. Если в детстве я слышал, Вова, скажи, в поле трактор, тыр-тыр-тыр, паровозик, пыр-пыр-пыр, то я думал, что с возрастом все изменится, но нифига. С возрастом изменился только градус подкола. Сейчас я слышу, Вова, скажи, террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации. Еще больше меня бесит то, что дразнят обычных картавых ребят, которые ничем не выделяются. Вот мне кажется, что если бы картавил Иван Грозный, он бы об этом даже не узнал. Вряд ли кто-то из бояр решился бы подойти к нему и сказать, Ваня, скажи Грозный. Я женат, и я женился на девушке с ребенком. И проблема заключается в том, чтобы наладить отношения с девушкой, нужно наладить отношения с ее ребенком. А мне на тот момент был 21 год, я только вернулся из армии, о чем мне разговаривают с двухлетней девочкой. Вряд ли я ей расскажу, а мне на морозе комбат лося пробивал. И она такая, да, да, у нас заведующая в садике тоже так делает. В общем, у меня двое детей, и недавно моя старшая дочь спалилась во дворе с вейпом. И меня возмущает даже не то, что она курила, а то, что она попалась. Ну, вейп — это такая штука, которая не оставляет неприятных запахов. И чтобы не попасться, просто не кури при родителях. Мне обидно, потому что это нагло. Я, когда начинал курить, не мог позволить себе покурить во дворе. Потому что у нас не то, что не было вейпов, а были сигареты такого качества, что если бы я закурил, моя мама обязательно бы в окно посмотрела, узнать, кто опять помойку поджег. Поэтому мы уходили курить в такие дебри, что, мне кажется, по сравнению с нами, Иван Сусанин, поляков, просто на прогулку с палатками вывел. А запах изо рта, который оставляли сигареты. Мы, чтобы этот запах отбить, вынуждены были жрать траву в таких количествах, что, мне кажется, в какой-то момент местное стадо коров нам пи***ть даст. Спасибо, у меня все для вас. Сейчас нужны особенные аплодисменты, нужна особенная поддержка. Когда этот человек выйдет на сцену, вы поймете все сами. Итак, проверим ваши особенные аплодисменты. Встречайте, Галя Мелконьян! Всем привет! Меня зовут Галя. Когда я буду рожать, я никогда не соглашусь на борт, потому что я не хочу услышать фразу «Галя, у нас отмена!» Я четвертый год живу в Калуге, и мне нравится, я переехала сюда из деревни, но есть много отличий. Например, в деревне, в отличие от города, можно не заводить будильник, потому что соседский петух разбудит тебя всегда в 5 утра. Он у нас вообще не спит с тех пор, как откинулся. И такой интересный факт, что в сельской местности Норвегии есть магазины со свежими фруктами и овощами, в которых нет продавцов. То есть покупатель может сам взять и заплатить, и может даже взять за сдачу. У нас в деревне тоже есть такие магазины, они называются «Соседский огород», а на сдачу ты можешь взять еще и лопату. В городе еще все очень красиво одеваются, все такие стильные. У вас тут даже собаки ходят в одежде. Просто у нас в деревне, если собака в одежде, то летом мы кого-то не досчитаемся. Там достаточно в чистом выйти, и ты уже икона стиля, король моды, гордость семьи. С этим вообще не заморачиваются. Там люди пытаются в праздник умереть, чтобы в чистом тебя похоронили. У нас одежда не просто из поколения в поколение передается, а из дома в дом от соседа к соседу, как сифилис. И еще есть такое выражение, что медицина шагнула вперед. Я вам скажу, у нас серпейский, она споткнулась. Я как-то была на приеме у окулиста, я захожу к нему в кабинет, он говорит, видишь меня? Я говорю, вижу. Он спрашивает, четко? Я отвечаю, да. Говорит, ну все, молодец, у тебя единица. Я бы боялась дальше к гинекологу идти. Представляете этот диалог? Я захожу к нему в кабинет, я сажусь, спрашивает, удобно? Я отвечаю, да. Он говорит, ну все, вставай, матка в тонусе. В деревне еще очень хорошо развито сарафанное радио. Все вокруг знают о тебе лучше, чем ты сам. Они знают, с кем ты спишь, какой туалетной бумагой пользуешься, сколько ты зарабатываешь. В городе этим занимаются бабки. Они знают все и про всех. Они знают, где живут наркоманы, где живут хачи, где живут шутки. И все это в моей квартире. Я родилась в армянской семье. Меня воспитали в строгости. Мне нельзя, например, пить, курить, выражать свое мнение. И я понимаю, что для родителей я всегда останусь маленьким ребенком. Но скажите, как объяснить своему отцу, что я могу уже самостоятельно принимать ванну? Спасибо, у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ Помимо того, что я незрячий, я еще вынужден некоторое время передвигаться в коляске. Просто из-за каких-то ухудов в оранжевых жилетах, которые на улице Суворов забыли закрыть люк. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда людям говоришь, что ты незрячий, они начинают, некоторые из них начинают задавать тупые вопросы. Что, прям реально слепой? Прям вообще ничего не видишь? Даже чуть-чуть? Ребят, специально для вас объясняю. Если человек тотально слепой, он не может видеть даже чуть-чуть. Это то же самое, что лежать у патологоанатома на секционном столе и быть чуть-чуть живым. АПЛОДИСМЕНТЫ Не всегда, не всегда был незрячий, потерял зрение из-за осложнений сахарного диабета. Хотя вот слово «потерял» оно не совсем верное, скорее всего, «утратил». Потому что «потерял» – это что-то такое, что ты подсознательно надеешься найти. А «утратил» – это уже все с концами. Это вы можете сравнить с тем, что если бы вы что-то дома посеяли и в путешествии п*****ли. Никогда себе не представляли групповой секс у незрячих? Мне кажется, он похож на выводок слепых котят. Чё-то копошатся, ползают, мордами в ж** друг другу тыкаются. И вообще не понимает, что кругом происходит. Главное, чтобы потом жена не узнала, и как котёнка вас не кастрировала. А похлопайте, кто смотрит порно. А я не смотрю, я слышу. АПЛОДИСМЕНТЫ Звук имеет большое значение в жизни незрячих, потому что с помощью звука они ориентируются в пространстве. Никогда не задумывались, как незрячий, придя в общественный туалет, понимать, что он попал в писсуар. Нет, сейчас я вам объясню. Он ориентируется на звук. Если звук тихий, то всё нормально, попал. Если звук громкий, начинает нарастать, и ещё слышен голос. Я, мужик, ты чё творишь? То всё понятно, я попал. АПЛОДИСМЕНТЫ И напоследок, вот вам лайфхак. Если в жизни случится так, что вам надо будет надавать по щам незрячему, просто делайте, и это молча. Я, правда, не знаю ещё как, но, с***, молчу, я тебя найду. На этом у меня всё. Спасибо, что послушали. На этом всё, друзья. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы классные. Мы вас очень любим. Родные калужане и гости города. Ура! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова